Штребух Всем привет, с вами Штребух И я, братва, собрал компьютер почти полностью с донатов Огромное всем спасибо тем, кто меня поддерживал Я вас просто люблю Компунктер уже в сборе И я готов приступать к обзору И я готов приступать к обзору И начнем, пожалуй, с корпуса Корпус у меня AeroCool P7C1 Офигенный корпус, правда, стоит 10 тысяч рублей Мне он очень понравился Внешне просто изумительный Самое крутое, то что здесь есть закаленное стекло И его хрен разобьешь И это просто офигенно Имеется много режимов подсветки Дыхание, переливы, волна там и так далее В общем, офигенный корпус Здесь есть USB 3.0, всякие кнопочки В комплекте с ним был блок управления кулерами Которые устанавливаются внутри Я когда увидел этот корпус, я в него реально влюбился Он мне очень понравился Ведь он реально очень круто смотрится Материнская плата от бренда MSI Gaming Plus Max На чипсете 470 Сокет АМ4 Я эту материнку выбрал, конечно же, не из проста Так как захотел себе процессор Ryzen И вот, собственно, он и есть Это Ryzen 7 2700X 8 ядер, 16 потоков Частота в турбобусте 4,3 МГц В простое 3,7 МГц Взял его в комплекте с боксовым охлаждением Который светится, пердит и свистит Изначально хотел сэкономить и взять без боксового охлаждения Но потом нашел один магазинчик в Питере И купил там за те же бабки с боксовым охлаждением Просто сказка Оперативная память от бренда Corsair DDR4 Две планки по 8 ГБ С тактовой частотой 3000 МГц Модель Vinyan Janssen RGB Pro Светится, свистит, пердит Там еще одна была оперативка на 1000 рублей дешевле Но я решил взять эту на 1000 рублей дороже Потому что она светится И это просто шикарно Цены на все это будут в конце видео Видеокарта от бренда Polit GDDR6 8 ГБ шина 256 бит GeForce RTX 2060 Super Взял ее задорого, к сожалению Ну, классная видюшка, типа для стримов пойдет Блок питания От бренда Kaguan Kougar, бля BXM Solid Blader Короче, на 700 Ватт Самое главное, то что в нем есть вот это 80+, бронзовый сертификат А это значит, что меня, скорее всего, не обманут И тут, скорее всего, реально 700 Ватт В общем, он наполовину модульный Типа нормальный блок питания А еще есть два жестких диска по 1 ТБ Также еще стоит SSD-шник для системы Samsung 860 Pro На 256 ГБ Ну, типа считается самый надежный и самый классный SSD-шник в мире Поэтому я его и взял для системы Ну и в качестве дополнительных плюшек взял три кулера для корпуса с подсветочкой от бренда AeroCool В комплекте с кулерами даже идет блок управления подсветкой и вентиляторами В общем, эти кулера подключил к общей системе подсветки И все это настраивается через специальное приложение Напоминаю, что цены на это все будут в конце видео А спонсором этого видоса является... Мой инстаграм Ссылочка будет в описании Если я планирую стрим Или у меня в жизни что-то произошло интересное Слушай, чекила, мы уже прошли два района А на помойке галяк Ты это ж трябок ебучий Голова садова, сука, все забрала Ручки уже чешутся Пора оценить компьютер в деле Погнали смотреть тесты Тесты в играх будут проводиться при максимальных настройках графики В моей любимой CS GO в режиме бой насмерть В среднем 100 FPS Вы можете сказать, блин, чувак Это рэвчик Ты чё, это очень мало FPS для такого компа На самом деле, да, мало Но это потому, что я записывал запись с экрана С помощью программы OBS А не с карты захвата В GTA 5 онлайн стабильно в среднем 30 FPS Обратите внимание на температуру видеокарты Она в принципе выше 45 градусов не нагревается Это офигеннейший показатель Ну а если кто-то из вас хочет со мной поиграть в GTA 5 онлайн Добавляйтесь в друзья И вступайте в мою банду Штребух Скват Ну а сейчас я вам хочу рассказать Очень грустную историю О том, как я потерял 20 тысяч рублей При сборке этого компьютера Изначально этот комп был собран Не полностью из новых комплектующих А именно блок питания я, дурак, купил на Авито Решил в шутке не шутить И купил модульный Corsair RM750X За 5000 рублей А ещё на Авито зацепил видеокарту от Polit GTX 1070 на 8 гигабайт Купил её за 15 тысяч рублей И всё было вроде кайфово Собрал комп, всё заработало Он проработал буквально дней 7 Ну а потом случилось самое страшное, что вообще в принципе могло случиться Видеокарта сгорела И скорее всего из-за блока питания Из-за этого у меня был жёсткий депрессняк И в итоге пришлось пойти в магазин И купить новую видеокарту и блок питания Так что дорогие мои штребушата Запомните, что скупой платит даже не дважды А трижды Лучше всего покупать новые комплектующие И пусть вы будете долго ждать готовую сборочку Но зато у вас все комплектующие будут на гарантии В игре Нефор Спид 2016 года выпуска в среднем 60 FPS Кстати, эта часть Нефор Спида чем-то смахивает на ремейк старого Мус Вантеда Ну и ещё одна из самых крутых для меня игр Это Days С максимальными настройками графики Игра идёт очень плавно Никаких фризов замечено не было И это с учётом того, что игру я ещё записывал через OBS То есть не через карту захвата А это дополнительная нагрузка на компьютер И ещё одна крутейшая игра в теме выживания Это Rust Здесь у меня в среднем 52 FPS Мне одному интересно, почему в DayZ и в Rust нельзя лутать помойки Ведь в помойках, как вы знаете, обычно очень много ценных находок Ну и на закуску подготовил для вас метро Исходус На максимальных настройках графики В этой игре мне доступна трассировка лучей Так как у меня видеокарта RTX Поюзал трассировку и не особо ощутил кайфа от этой функции Поэтому я считаю, что это просто маркетинг Тем более трассировка так неплохо нагружает систему Берегите себя Ну-ка Тема, здесь враги Артём, к тебе идут двое Я когда посчитал суммарную стоимость компа Я был реально в шоке 102 тысячи рублей Вообще можно было бы подешевле собрать Но что не сделаешь ради своих любимых подписчиков Ведь этот комп, я можно сказать, собрал для вас Потому что на этом компе я буду монтировать для вас видосики А также играть с вами на стримах Для многих компьютер это станция для развлечений А для меня это просто рабочий инструмент Вы реально все 10 маус 10 Вы просто офигенные Спасибо вам большое за поддержку моего канала Ну а теперь, братва Я для вас включу релаксирующую музыку А вы усаживайтесь поудобнее Почитать иногда нужно Перед вами огромное количество сообщений от моих донатеров Процентов 20 из них писали, конечно, какую-то ересь Но всё равно им тоже огромное спасибо Ну а если именно ты поддерживал меня рублём То ты по-любому найдёшь там своё сообщение Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok